Первое, о чём мне хочется сказать – беда, когда наш человек, здесь родившийся, у которого предки все жили здесь и были православными, страна, в которой тысячу лет существует эта религия, и своей прежде всего религии не знают. Если они стремятся к истине, хотят её познать, хотят найти, где она, прежде всего он должен познакомиться с верой своих отцов. Прежде всего. И если он с этим не знакомится, тогда это показатель, что человека интересует не истина, а он ищет, чем бы пощекотать себя ещё, чтобы найти такое экзотическое, что-то такое интересное, что-то такое любопытное, что-то такое сверкающее, как реклама. Это первый показатель. Ещё раз повторяю, человек должен просто, если он серьёзно ищет, почему это верили все наши отцы, причём не какие-нибудь только, как скажут, мол, деревенщины, а посмотрите, кто. В чём дело? Что это за религия? Что она даёт человеку? Зачем нужна она, эта религия? Зачем нужно нам православие? Что это такое? Это вот то, что надо прямо сказать. И я не верю, чтобы человек, который искренне интересуется, прежде всего не начал бы изучать это, не спросил бы, мне это непонятно, нашёл бы человека, спросил бы, объясните, пожалуйста, что это такое? Чушь это? Или это что-то действительно великое? Вот. То есть должен быть серьёзный подход к этому, а не превращать религию в какую-то развлекаловку. Ведь сейчас нас приучают же ко всем серьёзнейшим вещам, как относиться, как к игрушке. Семья – это игрушка, любовь – это игрушка, серьёзнейшие вещи, да, превращают во что? Я не знаю, человека опошляют буквально. В отношении же исключительности православия, мне кажется, это один из очень важных вопросов, и об этом надо читать целую лекцию. Потому что есть целый ряд объективных аргументов, которых нет ни в одной религии, слышите? Я читаю это несколько месяцев, три, наверное, читаю на последнем курсе семинария, специально об истинности православия, христианстве. Это очень интересные аргументы, которые… Назвать это нельзя, надо, потому что сопоставлять всё время с аналогами других религий, для того, чтобы увидеть, что действительно только в христианстве эти вещи появились. Я говорю об истинных христианстве. Нигде их нет! Этих истин нигде нет, вы слышите? О Боге любви нет! Только сопоставите с аналогами, дохристианскими, вы увидите, ничего общего нет! Уникальное учение о логосе, христианское учение о логосе. О логосе? Так уже Гераклит за шесть столетий до Христа учил! Да-да, учил! И Гераклит, и Филон, да, и Платона, всё да. Совсем не то! Вы подумайте только о логосе! Христианское учение о духовности – совсем другое! Христианское учение о Спасителе! Ну, кто такой Спаситель? Кого мы ищем все? Хорошего царя! Ну, президента, извините, да? А тут кто такой Спаситель? Мы проповедуем Христа распятый, иудеям соблазн, эллиным безумием. Никогда не было таких вещей! Что вы? Кто спасётся, скажите мне? Кто спасётся? Тот, кто исполняет заповеди религии. Правда же? Да, как глубоко вы ошиблись! Знаете, что христианцы говорят? Первый в рай вошёл негодяй! Слышали вы такого или нет? Антирелигиозная религия! Ужас! Кто придумал только такое? Аргументы – это один за другим. Недаром такой великий отец, как Фридрих Энгельс, вы теперь знаете такого отца? Ну, тот же! Как Фридрих Энгельс сказал, христианство вступило в резкое, слышите? В резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Этот великий идеолог атеизма подрубил, вы слышите? Под корень все эти теории, что христианство возникло из... Из... Откуда? Откуда из? Когда иудеям соблазн, а Эллина безумие. Откуда из? Нет земных корней. И, следовательно, все ясно? Вот. Вот так что, вот эти аргументы, просто их немножечко надо так с ними просто познакомиться, но это долго. Да, но это, ну, если отдельную, это надо отдельную встречу, тогда можно немножко расшифровать. Но идея ясна. Идея ясна, надеюсь. Вот так. Вот в чем ее уникальность. Да, вот беспрецедентность, совершенно беспрецедентность. Нет ни одной, говорю, религии такой. Да. И совершенно ясно ее неземное происхождение. Следовательно, вывод, христианство есть религия истинная. По определению. Если она от Бога, следовательно, истинная. Кстати, ни одна другая религия не имеет этих аргументов. Ну, я не буду сейчас говорить, но мне приходилось встречаться, и довольно смешные вещи говорили. В качестве аргументов, да. в качестве аргументов. Спасибо.